Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я живу с молодым человеком, раньше может любил, а сейчас наверное так не скажу. Сейчас все скажут о чем проблема, расстаньтесь, но в этом вся и проблема, я не хочу этого делать. Говорить, что я в зоне комфорта, это неверно. Я смогу прожить одна и способность себя обеспечить, но проблема не в этом. Я не прощу помощи на дальние планы, мне нужен совет на конкретную ситуацию. Мы живем в деревне. Есть один знакомый, который постоянно выпивает, но самое для меня неприятное, то есть он курит травку. Так вот, он стал периодически к нам заходить в гости, чтобы покурить. Мой молодой человек знает, что я против. И вот сегодня опять произошла эта ситуация. Молодой человек сказал, что хочет выпить пиво. Я согласилась, так как понимаю, что запрещать это еще хуже. Все было хорошо, пока не приехал этот знакомый. Я уточнила, что мне неприятно, но мои слова проигнорировала. Я обиделась и ушла домой. Так вот, у меня вопрос, как мне везти сюда дальше? Лечь спать в соседней комнате и наставит на своем. Лечь спать с ними. Ну, вообще, я думаю, что психологи не дают советов Татьяна. И очень у меня в этом смысле жаль, что вот вы уже, как мне кажется, не первый раз задавая вопрос, да, не первый раз. Как бы спрашивая о чем-то, вот, не учитывая этот факт, что психологи не дают советов. Ну, не делаем мы этого. Это первое, на что хочу вам, собственно, обратить внимание. Вот. А второй момент, на момент. Эм, скажет. То, что вы не знаете, как себя вести, да, и то, что вы пишете, что вам делать. Вещи разные. То есть, то конкретно, что вам делать, и то, что вы, ну, вот, то, что вы не знаете, как себя вести, да, например, это не одно и то же. То есть, в одном случае мы говорим о конкретно, ну, поведении, да, в одном случае мы говорим, а в другом случае мы говорим конкретно о действии. И если вы не знаете, как себя вести, то это связано с противоречием, который у вас есть, ну, какое-то противоречие у вас присутствует. А если вы не знаете, что вам делать, да, то это из недоверия в себе, поэтому, потому что человек всегда, в принципе, ну, может понять, чего ему хочется больше, то есть, может понять, а, что ему нужно. Вот, если вы не понимаете, например, что вам, ну, в данном случае, нужно, вот, то это вопрос именно недоверия себе, и вопрос необходимо прорабатывать, чтобы вы умели, чтобы вы учились как бы в этом смысле себе доверять, да, то есть чем лучше вы будете вот себе доверять, тем лучше будет для вас. Я думаю, что вот именно, именно проблема доверия себе, проблема доверия себе ванной нарушать, потому что вы говорите, что вот я против того, чтобы молодой человек пепел пив, оно понимает, что как бы, что запрещать, значит, бесполезно, вот, ну, это означает, что вы не умеете с молодым человеком своим общаться. Ну, в первую очередь, что у вас не налажена коммуникация, если вы либо соглашаетесь, либо запрещаете, вот, а тут, конечно, возникают и конфликты, и неудовлетворенности, и прочее, прочее, прочее. То есть здесь нужно корректировать коммуникацию, чтобы вы, в принципе, друг друга лучше слышали, чтобы вы, в принципе, друг друга лучше понимали. Да, да, да. Вот. А вот так вот как-то вот получается несколько, такая ситуация, да, что... Ну, оба человек вас как-то не очень, не очень слышат. Вот. Вы как-то, значит, ну, к молодому человеку своему относитесь вот так, чтобы, ну, получается, что он терпит его как будто... Вот. Вот. В итоге никто не счастлив. Вот. Значит, касаемо того, что вы описываете, касаемо той ситуации, которую вы описываете, я думаю, что здесь самое лучшее для вас, самое лучшее, что вы можете сделать для себя, да, это, наверное, вот, прислушаться, прислушаться к себе самой, да, и подумать, что, какая модель поведенческая для вас ближе находится из тех вариантов, которые вы привели. То есть, какая модель поведение, да, лучше, так скажем, отращают ваши, ну, ваши стены. Вот. Я думаю, что, ну, я думаю, что, ну, ну, я думаю, что, вот, такой момент здесь очень важный. И залаз, мне кажется, этого никто не решит, никто залаз не примет, а, такое решение, потому что это, ну, может сделать только вы, только вы способны, способны на, а, ну, на такое решение. Только вы можете принять такое решение, вот, потому что это ваша жизнь, вот, и за свою жизнь, ну, отвечаете только, только вы отвечаете, как мне кажется, вот. А если вы, условно говоря, выбираете шить, ну, шить с тем, с тем, кого вы не любите, ну, вот, что это, это ваше решение, каким бы оно ни было, но решение это сто процентов ваше, вот. Понимаете, да, понимаете, да, и, как поверно, ну, в этом смысле, вы почему-то не сомневаетесь, да, ну, конкретно вот. Да, вы не сомневаетесь, да, вы не сомневаетесь, но сомневаетесь почему-то в том, как поступать, вот. Ну, на мой взгляд, это несколько странно, вот, что вы сомневаетесь. Я бы, конечно, в первую очередь обратил бы здесь внимание на то, откуда подобная дихотомия происходит, да, вот. То есть, чем вызвана такая дихотомия, то есть такое противоречие, вот. И, соответственно, опять же, после того, как это будет понятно, после того, как это будет, после того, как вы увидите, что здесь, вот. Я думаю, что помочь вам разрешить это противоречие вполне возможно, и вы сможете уже самостоятельно принимать решение относительно того, как вам поступать дальше. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. И буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Продолжение следует... Продолжение следует...